здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала не знаю с чего сейчас начать но будем наверное начинать по очереди сначала начну не знаю с чего начать по очереди вот просто вы знаете голова уже кругом идет наверное первое с чего я начну вот самый распространенный вопрос как заказать если я в instagram в instagram у вас кстати в описании канала если вы вот вверху посмотрите с правой стороны описание канала поправить там стоит ссылка на instagram и facebook но то что вы там видите это все вот это это без ведьмочек а потом еще убедительная просьба как заказать заказать через ватсап и очень вас прошу пожалуйста не пишите в телеграме либо еще где-то потому что я просто тогда буду забывать и путаться давайте мы будем только вот цепи оставаться с вашими заказами как заказать серьги очень хочу пишите мне в ватсап плюс 49 это германия 151 58 56 55 06 делайте сразу скриншоты чтобы мы знали какие серьги и ну вот в общем так дальше продолжаем интересную вещь я узнала сегодня о волосах венеры оксана для тебя я все отложила и теперь вот показываю какие еще есть вы видите да это сделала природа оказывается существует такая примета я сейчас начну с магических свойств потому что медицинские опять-таки успокаивающие лечебные носить кстати нужно так чтобы прикасалась к телу то есть не в сумочке либо где-то еще должно быть на теле что еще из медицинских пока я к магическим еще не дошла омолаживает кто хочет быть вечно молодым и красивым тогда это для вас они не повторяются вот так вот их создала природа действительно как золотые волосы посмотрите увесистые я не знаю передает ли камера этот блеск но некоторые вот эти такие перышки хотя их еще иногда называют и волосатики да они всегда уникальны их ювелиры взвешивают какой вес у них какой размер у них такие есть специальные линейки миллиметровые у меня сантиметровая у них миллиметровые и от этого слаживается примерно ее цена вот я могу сказать цена колеблется примерно от 40 до 45 евро за один камешек почему потому что чем больше в нем вот этих волос венеры тем больше его ценность а теперь перейду к магическим свойствам значит мои хорошие это сейчас я кстати обращаюсь к парням потому что у нас довольно таки большой процент подписок вот я смотрю по как это называется без шляхт по-немецки да сколько смотрит женщин сколько смотрит мужчин 27 процентов вы где появитесь проснитесь пожалуйста в комментариях это важно магические свойства если это подарить девушки в виде колье либо еще чего-то то есть как я уже сказала чтобы все свойства этого камня работали его нужно носить так чтобы он присуток прикасался к телу так вот дорогие парни если вы вот такую вещь подарите девушки она вас влюбится не буду долго говорить потому что у меня лежит вот такая гора ведьм здесь черный турмалин ангелит серьги пентаграммы но пентаграммы я посмотрю в предыдущем видео что вы хотите потом к тому что интересно я опять таки вернусь да но вот получается очень даже интересно это женский камень на если парень это подарит девушке она в него влюбиться в ней проснуться вот эти вот чувства и она будет вот как очарована в магии широко применяется опять-таки для любовных ритуалов поэтому у кого есть снежная королева непоколебимая обратите внимание вот это как раз то что нужно и как это ни странно оказывается вот так да наоборот тоже но опять-таки это могут и женщины тоже носить потому что вот там есть еще такие моменты где помогает карму отработки кармы и так далее тоже очень это все здесь очень серьезно в общем у нас класс кстати нормализует давление и сейчас скажу при гормональных сбоях вот девушки кто это носит девочки помогает при всех этих гормональных тоже сбоях и делах вот это все то есть дает красоту и успокаивает тоже ну и вот смотрите если вам кто-то такое принесет вы парень если вам такое подарит мужчина то вы не сможете устоять вы сразу влюбитесь вот как ни странно мне кажется вот пандора они могут уже просто не знаю они могут уже банкротства наверное объявлять потому что вот когда окунаешься в этот волшебный мир натурального камня я вам честно скажу меня иногда слаживается такое впечатление будто каждый с тобой вот как-то говорит и притягивает и все хочется все хочется посмотрите какой красивый они не повторяются все природа как я уже говорила чем больше вот этих перышков тем ценнее этот камень видно да и как интересно да как вот это все вообще в мире происходит да то есть и девушка его на себе носит она при этом молодеет у нее нет гормональных сбоев либо они уменьшаются то есть как это влияет на красоту да но опять таки не будем забывать что все таки венера это богиня любви существует еще одна легенда как произошел этот камень тоже кстати прочитала да потому что для меня это все тоже очень новое для меня это знаете как будто открываю книгу гарри поттера как я говорю я не волшебник я только учусь так вот венера сошла на землю и в каком-то там водопаде в общем помыла свои золотые волосы и прядь волос осталось там поднялась опять на небеса и поняла что она вот что-то забыла ей нужно было все забрать богиня не имеет права ничего оставлять на земле и когда вернулась там была зима ее волосы они замерзли и тогда вот так образовался этот камень но это легенда сейчас вы знаете мне кажется сегодня во время интернета на нас идет такой поток информации что любой может все прочитайте найти но также идет такой поток продукции да важно только знать чтобы это было настоящим чтобы это было действительно сто процентов натуральным дары природы ничего ничего другого я сказать не могу и я очень счастлива и довольна вот но регина конечно постаралась она отыскала те которые вот действительно 3 показывать не буду он тоже очень красивый самый большой кстати но его уже купили опять таки если вы кого-то влюбить хотите так понимаю этот так вот плюс-минус да тогда подарите вот такой здорово так с волосами венеры и стрелами амура мы разобрались кстати для мужчин тоже очень интересная важная вещь да потому что помогает во многих проблемах также дарит силу красоту и молодость уверенность в себе успокаивает убирает тревоги сейчас вот что касается мужчин особых показаний противопоказаний там либо каких-то несовместимости по знаку гороскопа в принципе нет и я уже знаю что сто процентов все равно обращаю на это внимание вот где вам очень подходит это думаю чего так сразу в этот камень влюбилась нужно просто подумать как бы этот камень как-то сделать в какой-то ожерелье потому что вот эти вещи не носятся в сумочке повторюсь еще раз эти вещи должны прикасаться к телу так же как и турмалин хотя турмалин можно носить и при себе турмалин я опять-таки вот теперь возвращаюсь к турмалину почему возвращаюсь я не люблю переносить сплетни слева направо но приведу вам просто давайте мы назовем это пример вот просто пример я в предыдущем видео показала вы практически со мной идете live ногу в ногу чем я здесь занимаюсь когда я камеру отключаю то я либо обслуживаю людей я тоже не могу всех подряд видео ставить потому что у нас же есть этот закон о защите личных личного вот этого пространства да то есть если я вижу что люди хотят я спрашиваю вы не против да не против а некоторые даже и не хотят чтобы их голос был слышен но тем не менее я была в городе я вернула этот лоток в котором были пентаграммы и мне кажется сегодня на самом первом видео я вам показывала веленштейн или веленштейн как он называется это у нас магазин в общем куртки все такое это очень качественно это сделано в германии то есть к чему я это все веду я сейчас приду опять-таки к турмалину но я зашла без 26 в этот магазин я знала сто процентов какая курточка мне нужна была какой размер какой цвет я уже сто процентов это все знала конечно это можно заказать в интернете но я как бы человек такой я люблю все потрогать посмотреть и причем эта немецкая марка она так защищает свои магазины что в интернете цены изначально завышены чем в самом магазине чтобы люди приходили в магазины чтобы магазина не закрывались чтобы не делать им конкуренцию но в любом случае я пришла в этот магазин я знала какая куртка нужно было я знала какой размер какой цвет и где висит но я позволила прийти без 26 они в 6 закрываются причем они одна из продавцов она знала сто процентов кто я они обе знали кто я но одна была очень добродушная да по ней даже видно что она добрый хороший человек ну а вторая в общем брюнетка и блондинка но блондинка была знаете какой в общем ее возмутило что я прихожу 20 минут до закрытия я сказала для меня в принципе без разницы придуя в понедельник воскресенье либо еще в какие-то дни потому что я раньше чем пол восьмого двери в своем магазине закрыть не могу так это у нас еще ярмарка не началась даже сейчас когда я сижу дверь не закрыта на замок и люди подходят они видят ковер и они знают значит я здесь если кто-то придет но придет но не придет значит замечательно с этим здесь закончим в любом случае вот та которая блондинка вы знаете как она меня обслужила так как в нашей раше официантка в городе иваново вот кто смотрел отпишитесь пожалуйста в комментариях я я обожаю я обожаю вот наша раша и вот это вот вот конкретно обожаю вот это вот город иваново город невест и в этот момент я чувствую то есть она начинает больше о чем-то другом говорить она не собирается меня обслуживать она уже хочет закрыть кассу это кстати сеть это не частный магазин до меня очень удивило в этот момент мое колье это при том что я была в шубке и в шарфу и там тепло внутри в этот момент до того как она начала этот своей стрелы пускать и хитничать и в общем-то негатив свой выражать у меня становится холодным здесь и здесь и здесь я понимаю что это я сказала вы знаете я не возмущаюсь я просто говорю вам как коллега коллеги потом я сказала ей пару предложений при этом насколько я спокойная осталась чего бы я наверное раньше не сделала то есть турмалинчик люблю обожаю турмалин он успокаивает оберегает и вы знаете вот когда вот уже турмалин вот на тебе как бы дает ты замечаешь вот этого не заметишь первый день ты замечаешь немножко позже там через пару недель либо еще насколько меняешься ты а соответственно и меняется твое окружение скоро войдут в программу я не знаю насколько интересно это россии но я знаю что девчонкам в германии это нужно вот есть такие обычные травы для окуривания которые казалось бы обычные для нас в украине в белоруссии в россии но их днем с огнем не сыскать здесь в германии также как и церковных свечей я имею ввиду наших восковых церковных свечей так вот в общем скоро войдут и травы для окуривания тоже помещение и я всегда говорила и говорю вот смотрите я пошла этот человек да это официантка из города иваново это не продавец в магазине это классный магазин качественной одежды я скажу честно какой-нибудь вы какая-нибудь просто ветровка либо что-то стоит от 200 евро и выше то есть взять какую-то курточку либо еще что-то туда нужно идти и изначально люди знают что 200 евро это минимум что там можно оставить то есть от 200 до 400 примерно если не ошибаюсь там шапочка стоит 60 евро не важно вещь качественная немцы носят эти зимние и ветровки и так далее даже по 7 лет и потом еще это продают вот настолько это качественная продукция в любом случае как она меня обслужила и как она вообще себя вела при этом турмалин но эта ситуация которая скажем так от меня не зависит и вот здесь важен турмалин важен пентакль на себе как вы потом себя в этой ситуации ведете и самое главное вы выходите из этой ситуации с улыбкой на лице вот так вот работает турмалин это сейчас просто сказал да но вот когда придут травы для окуривания помещения да то есть это можно делать и в вашем офисе нужно даже и дома потому что вы же делаете уборку правильно если например там вы видите пора сделать уборку также нужно и делать постоянную чистку атмосферы от негатива но не забывайте об одном о чем вот я сейчас к чему я веду да что вот пойти в какой-то магазин и получить вот такой action это одно дело а вот если в вашем окружении остаются люди которые вашу жизнь как-то как же это сказать негатив несут злобу несут и так далее от этого избавляйтесь сами своими руками то есть не чем-то вот другим начните себя потому что странная вещь получается когда мусор начинает портится неприятно пахнет вы что делаете вы его выбрасываете а людей которые рядом с вами не продавец либо кто-то посторонний нет это мы изменить не можем я сейчас говорю о личном своем окружении да а если в вашем окружении есть люди которые как запорченная рыба убирайте их потому что если они так дальше будут оставаться вы все равно будете вот это вот все на себе носить поэтому избавляйтесь от ненужных вещей от хлама от ненужных людей которые вам не приносят добро наблюдайте за своим поведением вот даже те девочки которые уже сколько многие взяли турмалин обращайте внимание как у меня столько счастья было когда норвегия отписалась мне сказала я замечаю как на меня это действует то есть действительно и я также замечаю только я вот говорю всегда на своем примере до турмалин это конечно среди всех камней камней в магии mercedes это действительно mercedes вот смотрите я вышла из магазина я я знала что там видео мне даже не разрешат сделать речь не об этом я пришла у меня 20 минут мне нужно было четко спросить я хочу вот эту модель вот такой-то размер а вышла я с улыбкой я понимаю что я найду когда-то время поеду просто в другой город потому что в каждом большом городе есть это но большие к ним не пойду хоть это и сетевой магазин все равно у них есть план и они больше мной планы выполнять там не будут я ни копейки там не оставлю и мне кажется даже туристы которые назад возвращаются вот если они будут на эту даму попадать они тоже не будут этого делать но сам факт того мне я знаю точно как бы я на это отреагировала раньше а вот сейчас и вот как стал холодным и в этот момент просто на нее же все это откинуло я вышла туда с улыбкой думаю ну ладно скоро через неделю если я не ошибаюсь намечается поездка в берлин еще не знаю сто процентов поеду либо нет тем не менее по дороге можно будет где-то остановиться посмотреть где есть следующие филиалы до зайти а вот без турмалина я бы наверное еще все равно как-то по-другому себя вела и не смогла вот это вот все от себя убрать так по поводу турмалина мы разговариваем практически каждый день черный турмалин шерл ведьмин камень как его в народе называют это очень сильный оберег он восполняет пробелы в вашей ауре вот эту защиту вокруг вас увеличивает и весь негатив отталкивает он его отдает прошу прощения что я еще хотела сказать вот на ночь ополосните его в водичке кстати у меня есть я знаю таких людей которые когда его сняли ополоснули турмалин можно также любые кристаллы и украшения тем более у нас все это на серебре на ночь налили графин с водичкой положили его туда и утром пьете натощак эту воду и вот тогда еще это и лечебная вода только натощак минимум один стакан воды выпейте и дальше начинайте свой день с кофе чая кто как любит я вот например я стараюсь последнее время меньше пить кофе но если я кофе не выпью мне просто закрываются глаза я просто чувствую что я какая-то начинаем медленно и остановлюсь поэтому но все равно я тоже себе делаю турмалиновую водичку у меня стоит графин ополоснула турмалин промыла его хорошо на ночь опустила в этот графин утром натощак выпила стакан больше я не смогу просто ну стакан а дальше начинается день с кофе всегда говорю начала с кофе начинаю я с турмалиновой водички на самом-то деле не совсем с кофе турмалин есть совершенно разные наша коллекция постоянно пополняется не бойтесь на себя вот одеть надеть вот турмалиновое колье турмалин он совершенно разный совершенно разный не бойтесь только вот и браслеты должны быть и с собой можете его носить но и также одевать на себя никогда не знаешь чем тебя вообще скажем так день порадует и вот это вот все все же проблемы у людей только от нервов до от стресса а это ваша сильная защита и причем еще защита от дурного глаза что касается трав вернусь опять таки к этой теме мы будем делать такие вот сверточки но мы это я и мои ведьмочки вот вот эти мы вместе когда придет поставка гармалы я знаю что она уже идет но это вот где-то конец октября начало ноября это все будет сочетаться с другими вещами вот все что касается окуривания то есть там будет узерлик ладен дерево из бразилии тоже туда самые различные вещи которые только могут быть это все будет переплетено и вот минимум раз в две недели вы должны окуривать помещение расскажу вам как пример сейчас уже больше поток людей больше здесь работы да то есть уже как бы не соскучишься но после этой пандемии когда нам разрешили работать людей было вот они то есть их вообще нет и ты не знаешь когда они опять придут придут они вообще сегодня пока другие магазины кто-то открыт кто-то закрыт кто-то работает кто-то там на карантине то есть как-то было это вот так и я смастерила такую не хочу это назвать супчик в общем сделала такой микс из различных трав вышла на улицу я перед тем как закрывать магазин я всегда смотрю лево-право если улица совершенно пустая не души тогда только я закрываюсь я посмотрела нет никого было примерно пять вечера кстати еще большой показатель когда приезжаешь в гослар если возле исторических зданий там вот дворец императора и так далее если там парковка забита автобусами с туристами то мы уже знаем все сегодня мы не выйдем ни покурить не покушать ничего сегодня здесь будет как в новогодней мастерской но если там пусто то значит туристов нет и город пустой вот так это зависит все это мы зависим от туристов и к чему я веду к тому что я сделала вот этот вот микс из различных трав немножко того немножко того немножко того оговорила это на то чтобы вот мое желание было пусть опять падет люди пусть опять сюда придут люди улица пошла посмотрела никого нет думаю ну сейчас пройдусь начала вот с этого угла матильдовского то есть такая чугунная сковородка положила подпалила белым дымом это все горит и только одно вот пусть сюда придут люди прошла до комнаты с ведьмами зашла в эту комнату пошла вот по часовой стрелочке выхожу из этой комнаты стоит толпа туристов перед магазином а вы же знаете я продаю французскую парфюмированную керамику мыло диффузоры для дома то есть пахнет очень нежно и здесь стоят люди открывается дверь а можно войти и да входите а я стою с вот этой вот сковородкой чугунной в которой вот эта штука дымит можете себе представить как я себя при этом чувствовала сегодня например ситуация с пентаграммой и ведьмой люди из Индии они сбежали я вам скажу честно они вот с такими перепуганными глазами да да все хорошо да мы там живем в Берлине но вообще мы с Индией они этого испугались а там ситуация испугалась я думаю о господи откуда они вообще все взялись пришла откуда не возьмись группа туристов а я стою и думаю а куда вообще с вот этой вот дымящейся штукой отсюда бежать я ее поставила заказу нашу заказ и дальше клела пахло они пробыли здесь около десяти минут я не хочу называть никакие числа и через десять минут примерно они всей этой же группой и ушли пособирали как в супермаркете знаете вот когда вы опаздываете на поезд залетаете в супермаркет это это и вот это у меня здесь людям требуется час даже больше час даже постоянные клиенты говорят прохожу четвертый раз по кругу опять что-то новое вижу а здесь минут десять куча товара на кассе я вообще в абсолютном шоке я даже конечно я всегда говорю я никого не выпускаю из этого магазина не объяснив что такое матильда и 99 процентов случаев они хотят это попробовать а те кто не знают либо еще что-то я для них парфюмирую бумагу даю и потом они пишут звонят они приходят обратно к нам если человек один раз вошел он без матильды не уйдет просто не уйдет потому что эти ароматы их нельзя ни с чем сравнить потому что это настоящие французские духи они что-то вот искусственное как везде где можно даже за 1 евро это купить но тем не менее я в этот момент я даже вот не открыла за то чтобы сказать о я вы знаете у нас там французская парфюмированная керамика мыло потому что пахло как-то странно в магазине тем более они мне потом даже сказали так запах у вас такой здесь интересно интересно все я я была просто я стала вот так вот как в ступоре но насколько это подействовало вы скажете совпадение но пусть это будет совпадением пусть тогда таких совпадений у меня пусть пусть у меня каждый день будут такие совпадения и этот был тот период когда мы иногда приходили на работу во время пандемии но я люстры начала уже мыть я говорю если так дальше пойдет потому что запретили туристов закрыли отели на улице мы ходили в масках это не так как там вот так например да нет 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 вот четко и то есть но это был конец света для нас для нас вот у кого такие частные магазины да поэтому это было такое время я как-то вот я это сделала и я была скажу честно в шоке когда я получу большой объем этого всего я буду это миксовать то есть там внутри будет что-то из украины что-то из кавказа что-то будет даже из бразилии что-то еще будет из израиля все это будет внутри просто вот на сковородке проходишь и окуриваешь я потом еще эту историю рассказывала соседи мне сказали они это это наблюдали они можно спросить а что там делаешь я говорю ну я же не скажу соседям я чищу энергетику я привлекаю денежный канал чищу и привлекаю посетителей ты же не можешь это сказать просто так вот взять людям и сказать правильно скажут либо с ума сошла либо отсторонятся и скажут да нет поэтому мне пришлось соседям сказать что я нашла такой микс травяной который дезинфицирует воздух вот против вирусных инфекций вот это вот то что я сказала против корона не говорят хорошо вот как действует чистка да казалось по камешки вот цитрин необработанный до который на входе на кассе в кассе и в сумочке с собой тоже важная вещь всегда когда вы получаете какой бы камень вы не получили свои руки ополосните его обдулите а дальше заряжайте его и заряжайтесь сами я сейчас наверное перейду во второй части видео к обзору ведьм также возьму в программу еще что у нас еще есть браслеты бусы показываю вам еще раз посмотрите какая прелесть это ангелит ангелит он очень нежный камень в предыдущих видео хуже рассказывала я вам об этом кому интересно кстати очень редкий поэтому мало кто знает кому интересно обращайтесь просто прелесть нежность так переходим теперь к обзору дальше прерываюсь кому интересно переходите в следующее видео спасибо всем за просмотр и не забывайте ставить лайк кому не понравилось дизлайк это решение ваша подписывайте друзей и давайте уже немножко вот чтобы youtube нас тоже продвигал и чтобы мы наконец-то смогли уже делать лайф потому что лайф было бы классно можно было бы вечером делать обзор сразу кто что хочет коммуницировать я всех благодарю за комментарии потому что вот теперь я вижу это действительно диалог благодарю